Ребятки, всем огромнейший привет! Вы на канале Семен в Чемоданах. Меня зовут Славян. Где-то здесь я сейчас оставлю ссылку в инстаграм, поэтому подписывайтесь. Кому интересно, наблюдать за нами в режиме 24 на 7 и, так сказать, онлайн. Сегодняшний выпуск я посвящу теме аренды жилья в Турцию. Казалось бы, о чем мы говорим про Турцию. Так вот, недавно мы купили билеты. Билеты в Турцию, билеты в один конец, билеты без туроператора, прямой рез из Краснодара в Анталию. Своим ходом будем путешествовать по Турции. Я хочу напомнить для тех, кто впервые попал на наш канал, нас 5 человек. Я, Настенька, Артемке 6 лет, Родиону 4 года, Мирону 2 месяца. И мы отправляемся в новый сезон в Турцию. У нас каждый этап нашей жизни делится по сезону. И это наш новый будет этап. Не знаю, можно ли его назвать зимовка в Турции, но точно мы его, наверное, назовем Турция своим ходом. Мы будем снимать жилье посуточно. Долгую аренду пока там рассматривать мы не будем. Посуточно плавно будем передвигаться с Анталии, так как мы туда прилетаем. Возможно, мы спустимся в сторону Кемира. Бельбиди мы там уже отдыхали в 19 или 18 году, точно я не помню. И потом вернемся и будем спускаться в сторону Алании. Поедем потом в Кападокию. Возможно, если у нас все классно срастется, мы сгоняем Стамбул, в Анкару, на западное побережье. Но это просто наши такие планы. Срастутся они, срастутся я не знаю. Поэтому давайте подписывайтесь на канал, нажимайте эту красную кнопочку, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Поддерживайте выпуски, друзья, лайками, комментарием. Конечно, репостами из своей социальной сети. За это огромное спасибо вам, что вы это делаете. И давайте начинать. Для того, чтобы показать вам жилье, которое мы рассматриваем для себя, для жизни, мне нужен телефон. Я сейчас вам буду показывать, здесь выведу экраны, буду показывать, что мы для себя рассматриваем. А вы, ребята, смотрите и присматривайтесь по ценам. И, конечно, я жду от вас комментарии в плане сравнения относительно берега нашего. А мы, например, много где были на нашем берегу. Ну, в принципе, немного где, а мы были везде. И цены значительно отличаются. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Мы с вами будем заходить не на букинг, например, как мы привыкли пользоваться у себя побережье, потому что в Турции букинг не работает. Ну, в принципе, он и в Крыму не работает, но если поставить галочку путешествую по работе, он как бы будет работать. Но посмотрим, как это в Турции будет дело обстоять. Поэтому, что касается букинга, мы покажем в следующих выпусках. Сейчас нам нужно приложение Airbnb. Именно туда мы сейчас с вами заходим. Мы улетаем из Краснодара, значит, 11-го числа. 11-го числа, естественно, мы прилетаем уже в Анталию. Поэтому будем искать с вами именно Анталию. Анталию жилье с 18-го по 25-е число. Примерно этот срок будем брать на неделю, чтобы нам, так сказать, пропылесосить, изучить все, так сказать, в округе. Итак, вот у нас открывается карта. Так, я не то нажал. Нам нужна не Alanya. Зачем я это сделал? Нам нужна Анталия. Анталия, вот. Анталия. Вот сразу вы можете заметить, что высвечиваются различные ценники. Что-то я уже сохранил. Вызбранное у меня стоит, значит, по фильтру диапазон цен. Давайте тоже обозначим сразу. До 2672, если честно, свыше 2500 мы рассматривать не будем, потому что это все равно небольшие затраты. Хотя я вам так скажу, что жилье по суточному, мы так просто посчитали и прикинули, нам будет гораздо выгоднее снимать. Потому что мы можем не привязываться к месту, постоянно перемещаться. Плюс ко всему, в долгую снимать немножко геморройный. Это всякие какие-то различные договора, коммунальные платежи и так далее. Поэтому посуточно будет снимать, я думаю, что нормально. Но как получится. И первое жилье, которое я тоже так же сохранил вызбранное, это вот такое вот кондиневание. Его называются жилье целиком. Здесь можно увидеть количество гостей. Две спальни, три кровати, одна ванная. Кто хозяйка. Здесь также можно все это дело перевести. Смотрите на русский язык. Это апартамент 2 плюс 1 в Кипесе или в Кипесе, в Анталии. Так, есть также, естественно, фотографии. Я могу вам показать на карте, где это расположено. Это центр Анталии. Вот столько вот ходить до пляжа. Ну, вообще, что касается Анталии, разговор здесь не про пляжи. Там скалистая местность и пляжей очень мало. Примерно такая история, типа, как Анапа, вот эта скалистая горная. Далее, значит, смотрите. Здесь есть какие-то различные правила дома. Я хочу посмотреть фотографии вам, соответственно, их показать. Гостиная выглядит вот таким вот образом. Белый диванчик, люстричка. Это такой холл, ковер, телевизор. Такая минималистическая квартирка. Большое окно. Не панорамное, жаль, но вот здесь есть одна группа панорамная. Две кроватки, стеллажи, плитка, ванна, унитаз, балкончик. Да, я уже говорил. Ну, собственно, вот такие дела. И прихожка. Длинный коридор, где можно с пацанами играть в футбол. Самое, что интересно, смотрите, по цене. Так, еще раз выходим и смотрим с вами цену. Вот, цена 1812 рублей в ночь. Это очень дешево. Даже если сравнивать на примере Сочи с центром города, такая квартира будет стоить минимум 4000 рублей. Минимум, друзья, минимум. Далее. Что мы здесь еще можем с вами посмотреть в самой Анталии? Ну, вот есть что-то за 2500, за 2570. Да, дальше давайте глянем. Так, фотографии вот так вот посмотрим. Что тут? Ну, вот-вот. Да, красивая тоже. Вот, смотрите, возле какой-то крепости, да. Вот пляжи, про что я вам говорил, да. Вот такие вот. Напоминает, ну, говорю, Алнапу, Балакалаву, какую-то кораблик. То есть, да, идеальная, чистая. Вот моя мечта. Очень сильно хотим увидеть этот водопад. Сходить на него. Видите, какие скалы здесь, получается, вдоль всей Анталии. Вот, поэтому это не совсем история про пляжи. Мы дальше хотим двигаться из этой стороны в сторону Кемера, заехать в Бельдиби, но пока здесь нету никакого жилья. Заехать в Кемер. Ну, говорю, почему-то здесь пока жилья нету. Если мы увеличим немножко, давайте, там, до 3950, посмотрим. Не знаю, почему. Тоже нету. Ну, и ладно. Бог с ним. Вот крайний город, давайте посмотрим. 2370, друзья, он нам пишет. И с моей скидки всего лишь 2029 рублей будет стоить ночь. Ну, вы посмотрите, какая красота. Бассейн. Туда-сюда. Красивые апарты. Вы гляньте, какой ремонт. Все чистенько, аккуратно. Здесь, кстати, можно, естественно, почитать отзывы. Вот этот дом. Здесь есть маркет. Вот такой вот пляж. Красота. Просто красотища. И, конечно же, мы будем купаться и в ноябре, и в декабре, и в январе. Однозначно, если я купался в Черном море, в Сочи, то в Турции обязательно мы это будем делать. И испытывать, смотреть подводный мир, измерять температуру своим телом. Очень с нетерпением это жду. Далее мы будем перемещаться в сторону туда. Южнее. Заедем в Белик, в Серик. Вот смотрите, что касается Белика. Здесь есть одни апартаменты. 345. Начальная цена 2625, друзья. Вот такой вот отель, апартаменты. Посмотрите, какая красотища. Друзья, всего лишь 2600 рублей. Ну, это же вообще, это же, это просто потрясающе. Если спуститься чуть южнее, район, район называется Букаскент. Если я правильно почитал, я почему-то тоже сохранил это в избранное. Значит, нам когда-то понравилась эта квартирка. Вот, 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 достаточно серая, назовем это, не светлая, а серая. Балкон есть, бассейн есть. Вот такой вот вид, вот такой вот пляж, посмотрите. Классный, с волнами, песочек. Есть недалеко шикарные вот эти остатки древних всяких руин. Колизей, я хотел сказать, как стадион, да, похожий. Посмотрите, какая красота. Конечно, очень хочется в эти места попасть и вам их показать. Далее мы будем спускаться уже чуть ниже туда. Так, это вот у нас получается Сиден. Так, и давайте дальше будем с вами переключаться уже непосредственно на Аланию. Аланию будем указывать следующую неделю, с 18 по 25. Вот, я говорю, это все примерно. И здесь, конечно, первое, что я для вас сохранил и хочу показать. Смотрите, первая парта 2206 рублей, 2 плюс 1, а по моей скидке всего лишь 1886 рублей. Ну, цены, друзья, ну, правда смешные. Посмотрите, какая красота. Панорамное остекление. Гляньте, какой огромнейший балкон, тоже с панорамным остеклением. Дальше кроватки туда-сюда. Бассейн, вот бассейн на территории. Горки, детские площадки, спортивные залы, хамам. Вот так вот выглядит этот отель. Ну, не отель, как говорится, это жилой дом, в принципе. Я думаю, если вы изучали Турцию, то там спокойно можно себе купить жилье. Дальше, вот суперхозяин. Две сто, а по моей скидочке цена будет 1746 рублей. Ребята, посмотрите, какая красотища. Бассейн, горки, вид на горы, хамам, сауну и так далее. До моря идти недалеко. Вот он, вид из окна. Теннисные корты, красота. Все беленькое, красивое, аккуратное. Суперхозяин, круто. Вот еще 2300, вот еще 1900. Ну, а сколько тут? Во, по моей скидке 1640 рублей. Гляньте, какая красотища. Вот такой вот вид из окошка. Ну, разве это не здорово? Есть две горки. Класс. Хотя, скорее всего, в ноябре они уже работать не будут, вряд ли. Но, по крайней мере, есть детские площадки, где детки могут выбежать и начать играть. Вот такой вот классный хамам. Тоже, который, естественно, включен в стоимость. Это, ребята, все включено в стоимость проживания в 1600 рублей. А вот, тоже я себе его сохранял. Вообще, вызбранное, почему он не сохранился. Это вот такой отель. У него, относительно всем отелям, есть небольшой минус. То, что он находится в отдалении от моря. И здесь, ну, как минус? Не скажу, что это минус, потому что они его перекрыли тем, что у них есть трансфер на море, который ходит 7 раз. 7 раз в день, представляете? У них есть бассейн, две горки, красивые апартаменты, спортивный зал, бассейны, теннисные корты. Вот он, теннисный корт с видом на горы. Просто вообще великолепно. Великолепно. Развитая инфраструктура и так далее и тому подобное. Красота. 2,970, ну, это уже подороже. 3,800, это тоже уже подороже. Ну, хотя, давайте вот тоже посмотрим, друзья. 3,800, по моей скидке всего лишь цена 3,200. Это первая линия, я напомню. Смотрите, из окошка, вот вы просыпаетесь. С видом на море, вот у вас уже дорожка идет. И пляж. Посмотрите, какие красивые апартаменты. Какая замечательная белая кухонка. Класс. Вот у вас балкон. Вот такой вот еще получается один вид. Вот оно, море уже. Потрясающе. Вот, как раз нам подходят две. Двухспальная кровать. Вот он, да, получше вид. Вот оно, море. Первая линия. Класс. Идти, как говорится, до моря не нужно. Хамамы, зоны отдыха, детские площадки. Красота. Подземный переход до пляжа. Вот вы, чикс, подземный переход спустились, и вы уже на пляже. И цена, говорю, всего лишь 3,200. Да, круглим до рубля. Цены просто великолепные. Жилье в горах 4, вот оно, 4,700. Потрясающе видно. Какое-то турецкое озеро, либо это река. Красотища вообще. 2,700 цена. 1197 ночь. Новая уютная чистая квартира в Алании. Ждем вас. Посмотрите, какая, друзья, красотища. Все ухожено. Ай, какая красота. Ну, класс. Вот. Примерно вот такие цены. Примерно вот такие цены мы будем опираться. Единственное, что если вы так же, как и мы, соберете в Турции, то учитывайте, что у них отельный сервис, у них есть такой пункт, как уборка, которая стоит, вот, например, на неделю мы рассматривали, будет стоить примерно 40 евро. Это 2,500-3,000, да, по личному курсу. Также нужно будет, даже если вы посуточно снимаете, и вообще вот сколько я смотрел, везде нужно будет дополнительно оплатить свет и воду. Ну, тарифы примерно такие же, как и в России, да, как и в Москве, в Краснодаре. Соответственно, цена у вас будет выходить, ну, копеечная, да, там, если свет в месяц живется тысячу-полторы, вода тоже тысячу-полторы, то, ну, примерно отделите, там, 200-300 рублей. Еще дополнительно надо будет доплатить за весь период проживания, ну, как я смотрел, за неделю. Вот такие дела в Турции, друзья, я еще не успел туда поехать, а уже приятно удивлен и с нетерпением жду нашего нового сезона. В общем, не забывайте подписывайтесь, нажимайте на красную кнопочку, на колокольчик, поддерживайте все выпуски лайком, комментариями, и совсем скоро будут выпуски из нашего нового сезона. Из Турции будем с вами путешествовать, все смотреть, крутые репортажи, классные влоги, цены и так далее, там, подобное жилье. Класс. Мы вообще планируем за наше, это, такое путешествие сменить порядка 13-15 мест жительств, но посмотрим, сколько по итогу выйдет, вообще посмотрим по итогу, насколько вот это поедем, настроенные на максималку, но посмотрим, как выйдет в Тавтологии. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра, либо послезавтра в новом видеоролике. Пока.